Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Слуцкий Александр Моисеевич Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 24 июля 2007 года Часть 2 В Днепропетровске нас продержали недолго. Уже в конце июня среди пленных отобрали 150 человек, внешне выглядевших еще здоровыми, и отправили на строительство шоссейной дороги. Нас привезли в село Поповая Балка, это в 25 километрах на восток от города. Лагерь для военнопленных разместился рядом с дорогой, на территории сельской школы. Нас загнали в одноэтажное кирпичное здание, огороженное двумя рядами колючей проволоки. По периметру были будки для охраны. Все конвоиры в этом лагере были латыши. В селе находился немецкий гарнизон, в основном состоявший из солдат строительных частей. Главным руководителем дорожных строительных работ был немец, инженер, внешне похожий на Гельмута Коля. Этого немца мы прозвали между собой Ганс. На поясе у Ганса висел парабеллум, в руке увесистая березовая палка, в зубах сигара. Он хорошо говорил по-русски, и когда работа шла в должном темпе, и Ганс находился в добром расположении духа, то этот немец вступал в разговор с военнопленными. Он шутил и призывал нас к стахановскому труду. Ганс хорошо знал систему социалистического соревнования в СССР, и, по его словам, он работал до войны на строительстве дорог под Ленинградом. То в шутку, то всерьез он приговаривал, что и немцы, и русские строят социализм. Но немцы строят самый правильный, национал-социализм, поскольку общий социализм для всех не построишь. Мы работали на пределе своих физических возможностей. Особо вниманием Ганса пользовался богатырского сложения армянин по имени Арам. По количеству выполненной работы за ним не могли угнаться и три человека. Для укладки дороги группа военнопленных ежедневно при помощи молота колола крупные камни, так у Арама всегда было наколото в два раза больше, чем у каждого из нас. Выяснилось, что до войны Арам был профессионалом-каменотесом, знатным стахановцем. Немцы скрупулезно относились к строительству, строго соблюдали технологию. Все организации труда была продумана до мелочей, и инструмента хватало для всех. Копался котлован под дорогу, убиралась глина, завозился песок, после тщательной планировки которого укладывались камни, и в промежутке между камнями забивались клинья и засыпалась щебенка. Затем по дороге шли катки и специальная трамбовочная машинка, которой мы прозвали «лягушка». Немцы тщательно следили за качеством нашей работы. Мимо нашего лагеря каждый день на восток шли колонны большегрузных, крытых машин с техникой, боеприпасами и разным снаряжением. Создавалось впечатление, что этой лавине не будет конца. Местные жители нам говорили, что немцами взят Кавказ, и войска давно уже за Равстовом. В этом лагере иногда, когда в конвой заступали немцы, жителям окрестных сел разрешали приносить пленным что-нибудь покушать, и один раз нам принесли ведро борща. Мы набросились на этот борщ, и казалось, что ничего нет на свете вкуснее и лучше него. Но когда нас конвоировали латыши, то это было для нас всегда тяжелым испытанием. Латыши служили немцам с собачьей преданностью, видимо, считая себя частью высшей арийской расы. В одной из ночей во время сильного ливня с грозой из лагеря убежало двое военнопленных. Утром нас построили, и к нам вышел комендант лагеря. Через переводчика он сказал, что беглецы уже пойманы и расстреляны, и так будет с каждым, кто замыслит побег. Наш переводчик, верный немецкий слуга Эль Стивый Подхалим, нацмен родом из Азербайджана, как всегда раболепно вытягивался перед немцами по команде Смирна и четко говоря «Яволь!» перевел нам все сказанное комендантом. Мы с Володей понимали, что теперь конвоиры будут искать момент, чтобы наказать пленных в назидании за побег. Самым подлым из латышей конвоиров был один белобрысый гад по кличке Шакал, все время кричавший нам «Нельзя!» и по малейшему поводу вскидывавший винтовку, направляя ее на пленного. Вот этот Шакал первым из конвоиров начал нас потихонечку отстреливать. Сначала убил пленного прямо в лагерной зоне, когда тот направлялся в уборную, второго застрелил на работе, когда несчастный сошел с дорожного полотна на два метра в сторону. Настроение у нас было подавленное. А вечером в лагерь приперся подвыпивший инженер Ганс и сказал, что доблестные немецкие войска разбили Красную Армию на Кавказе. А потом добавил, что для нас вышла новая программа «Срать не меньше килограмма», а кто выстрит путь, тому премию дадут. Одним словом, весело было немцам. Решили с Володей, что надо торопиться с побегом, иначе наскоро всех эти Шакалы перестреляют. Остановились на варианте, попробовать сколотить надежную группу пленных товарищей, а затем, попав на работу на дальний участок дороги, убить конвоиров и сбежать вместе с их оружием. Мы работали в бригадах по 10 человек в каждой, и каждый из бригад работал на определенном расстоянии друг от друга. На бригаду приходилось по три конвоира. Среди нас было два человека, производивших достойное впечатление. Вели себя они осторожно и солидно. Одного из них звали Филя, ему было лет 30. Рядом с ним всегда был товарищ в возрасте примерно 50 лет, которого все называли батей. Выбрав удобный момент, я поговорил с Филей. Он сказал, что они вместе с батей Одесситы, и намекнул, что батя большой человек. По определенным интонациям я понял, что Филя – еврей, что впоследствии подтвердилось. Я предложил Одесситам бежать вместе с нами. Филя обещал подумать. Прошло еще несколько недель, и я напрямую сказал ему, скоро лето закончится, надо действовать. Но Филя резонно заметил, что мы не имеем малейшего представления, где сейчас наша армия, сколько идти до линии фронта, о никаких партизанах никто в нашей округе и не слыхал. Мол, сам он готов на побег, но батя уже пожилой человек и вряд ли осилит намеченный опасный путь. Сам батя, бывший дивизионный комиссар, сомневается в успехе нашего побега, и Филя не чувствует себя вправе бросить старого товарища. И пока мы ждали подходящего момента для побега, в начале сентября нас внезапно перебросили в Кировоградский лагерь для военнопленных. Что это был за лагерь в Кировограде? Лагерь был сборным, а не пересыльным. Располагался буквально в центре города, и в лагере находились многие тысячи военнопленных. Лагерь был поделен колючей проволокой на две части, и пленные говорили, что на второй особой части даже есть бани, вошебойки. А у нас вшивость уже была 100%. В этом лагере пленные умирали сотнями. В первые же дни нашего пребывания в Кировограде в лагере началась эпидемия брюшного тифа. Эта страшная болезнь не обошла стороной и меня. Я весь горел от высокой температуры и бредил. Всех заболевших вывозили в госпиталь для тифозников, в лазарет на окраине города. Немцы в этот госпиталь практически не заходили. Нас лечил доктор Николай Федорович, на его петлицах были видны следы от двух шпал. Прекрасный человек, истинный врач, делавший все возможное для спасения красноармейцев в изуверских условиях фашистского плена. Он заботился о нас, старался, чтобы мы выжили. Буквально умолял не пить сырую воду из крана. И здесь, в тифозном лазарете, я встретил своего земляка Ваню. Он был родом из Новоград-Волынского. Он посмотрел на меня и с отчаянием сказал. — Сашко, что Ваны с нами зробили? Передо мной стоял почерневший скелет с горящими глазами. Я понял, что выгляжу так же, как Ваня. Ждал смерти, но костявое меня не забирало к себе. В один из дней доктор Николай Федорович принес мне в котелке немного картофельного пюре. И если бы меня сейчас спросили, что ты в своей жизни ел самое вкусное, я бы, не задумаясь, ответил. Картофельное пюре, которое мне дал наш врач, военнопленный. Я и сейчас помню до малейших деталей его доброе лицо. Я выжил. Пока я находился в лагере, из 18 человек, лежавших в нашем закутке, ушло из жизни 5 человек. Остальные так и продолжали тяжело болеть и страдать. Койки умерших не пустовали. На их место привозили все время новых больных тифам. Среди умерших был и мой товарищ, Адаситфиля. Из палаты нас выписали двоих, меня и Харьковчанина Иваненко. Из лагеря нас отправили в Днепродзержинский лагерь для военнопленных. Так я расстался со своим верным другом Володей Илясовым. В этом Днепродзержинском лагере пленных гоняли на работы по восстановлению металлургического завода, гиганта, взорванного в 1941 году во время нашего отступления. В основном мы занимались расчисткой территории от завалов и развалин. Завод действительно был гигантских масштабов, и в любой момент можно было спрятаться на его территории и ночью, пробравшись через трубы огромного диаметра, уйти к Днепру. Ну а дальше? Куда бежать? Где взять силы? Я все время упрекал себя в нерешительности. Начались холода. На заводе находилось много местных кадровых рабочих, от которых мы получали информацию о положении на фронтах, от них мы и узнали, что наши разбили немцев под Сталинградом. Многие из пленных воспряли духом, в разговорах между собой исчезли подозрительность и враждебность. Все ждали весны, связывая свою судьбу с ее наступлением. В эту зиму немцы в этом лагере уже не проявляли по отношению к пленным особой звериной изощренной жестокости, немцам уже была нужна рабочая скотина, но люди продолжали умирать от систематического голода и истощения, кормили нас только баландой в ограниченном количестве. Рабочие редко могли помочь нам куском хлеба, они сами зависели от продуктовой помощи от сельской родни. Весной 1943 года нас в срочном порядке погрузили в эшелон, и на вторые сутки поезд остановился на станции Калиновка Винницкой области. Здесь я попал в лагерь, сильно отличавшийся от всех других ужасных мест, где мне пришлось быть в неволе. Что представлял собой Калиновский лагерь для военнопленных? Узловая станция Калиновка находилась недалеко от Винницы. Когда нас выгрузили из вагона и погнали через город, то произошло нечто удивительное. Изредка к конвоирам подходили местные жители и просили разрешения передать пленам какие-то продукты, и конвоиры им разрешали. Мне достался большой кусок хлеба и пат с горохом. Многие военнопленные получили какую-то провизию, а одному из нас даже достался кусок сала грамм на сто веса. Слезы выступили на наших глазах. Прошли через весь город и оказались в лагере. Лагерь был большой, множество бараков, внутри были двух-трехэтажные нары, крытые соломой. У ворот находилась лагерная комендатура и помещение для охраны. С хваленной немецкой аккуратностью лагерь был обнесен рядами колючей проволоки по периметру пулеметной вышки. К нам вышел комендант и начал отдавать распоряжения. Всех пленных, прибывших в нашем эшелоне, построили, и из нас формировали группы по сто человек, которые по очереди запускали в лагерь. Справа от меня я увидел огромный стенд с плакатами, которые помогали немцам и их шавкам-предателям выявлять евреев. Там были карикатурно нарисованы лица людей и стояли подписи на немецком языке, например, «Де Юдеша Липа» — еврейские губы и так далее. Я весь жался, как пружина, ушел в себя и, как загнанный зверь, ждал очередной селекции. Но нас завели в лагерь без дотошной проверки и без раздевания. Сразу узнали, что все заключенные этого лагеря работают на строительстве немецкого аэродрома. И вдруг я увидел знакомый силуэт и походку, которая заставила меня остановиться и пристально вглядеться. Это был праздник на моей улице. Я чувствовал себя на десятом небе от счастья. Это был мой товарищ Володя Илясов, с которым мы столько вместе пережили и выстрадали. Обнялись с другом. Володя сказал, что мы с ним, как змей Горыныч, нас рубят, а мы оживаем. Все вновь прибывшие устраивались на новом месте, как могли. Рядом с нами кто-то стал печь картошку, а мы с Володей в пустой большой консервной банке варили горох. Самое странное было то, что охрана лагеря в нас не стреляла и даже нам не мешала разводить огонь. В других лагерях за подобные сразу стреляли с вышек без предупреждения. Но мы были так голодны, что не смогли дотерпеть, пока этот горох доварится, и с жадностью набросились на него. Но истощенный организм не смог принять в себя такое количество пищи, и уже ночью мы чуть не умерли от диких болей в животе. А следующим утром нас уже погнали на работу на строительство аэродрома. Аэродром уже функционировал к тому времени. Пленные занимались расширением аэродрома, строили новые взлетные полосы, возводили ангары, склады и подсобные помещения. На этот аэродром все время приземлялись, и с него взлетали разные самолеты. На стоянках было очень много юнкерсов, мессеров. Мы видели даже Дарнье. Первое время нас водили на работу по планировке. Мы переносили землю в носилках с места на место. Застаиваться нам не давали. Отобрали ребят покрепче и перебросили на изготовление бетона, который тут же отвозился на строящиеся взлетные полосы. За технологией изготовления следили немцы-мастера. Такую же работу рядом выполняли немецкие строители. Немецкие строительные части располагались в казармах на аэродроме. Ровно в полдень у немцев был обед, и нам тоже разрешали отдохнуть. Немцы привозили обед из трех блюд, а нам давали овощную баланду и очень редко по черпаку каши. Но иногда все немецкие объедки со стола отдавали пленным. Если говорить честно, в Калиновском лагере смертность от голода постепенно к концу лета 1943 года сошла к минимуму. Если в 1941 году в лагерях военнопленных умирало от голода и болезни 80-90%, и никто не удивлялся, когда были случаи труппоедения и каннибализма, то летом 1943 года у пленных появился шанс выжить в таких рабочих лагерях, как Калиновский. В этот период там не было массовых расстрелов военнопленных, и в качестве наказания за малейший проступок пленных уже не вешали. В этом лагере кору с деревьев и траву у бараков уже никто не ел. Пленные постепенно возвращались к жизни. Все-таки это был не штрафной концлагерь, и немцам для быстрого строительства нужна была дармовая рабочая сила. Да и немцы-строители в основном относились к нам без лишней злобы, поражение под Сталинградом многих из них отрезвило. Они сами заводили беседы с нами, интересовались, как мы жили до войны, чем занимались. В основном это были люди старше 35 лет, народ осторожный и достаточно хорошо знающий жизнь. Но иногда кого-то из них тянуло на откровение. Среди конвоиров было немало австрийцев. Так один из них, никого не боясь, заявил вслух, что не разделяет жестокости Гитлера и считает, что тотальное уничтожение евреев приведет в конечном итоге к гибели Третьего рейха. Другие немцы на его слова даже не отреагировали. Для нас все это выглядело более чем странно. И хотя сами немцы предупреждали нас, что они опасаются говорить, что думают, в присутствии своих молодых офицеров, что на родроме активно работает осведомительская сеть гестапо и особенно присматриваются к работающим в обслуживающих командах, мы молча удивлялись. А один раз немцы попросили нас продемонстрировать все богатство русской брани. Володя изогнул им в сорок колен каскад из матерной словесности, который я по просьбе немцев смог перевести с большим трудом. Да, сказали немцы, в этом деле мы от вас отстали на сто лет. Рядом с нами постоянно работала немецкая строительная бригада, которой руководил офицер Отто, который нам откровенно сочувствовал. И когда его бригаду перебросили на строительство лагерного филиала при аэродроме, названной немцами Децвайта Компани, 2-я компания, Отто, отбирая для себя группу пленных, взял в нее пять человек с нашей бригады, включая меня и Володю. В этом филиале немцы решили построить лагерь для военнопленных, которые будут выполнять всю работу по обслуживанию и оборудованию военного городка немецких летчиков, который находился рядом в лесу и, по сути дела, уже функционировал на полную мощь. На месте филиала раньше были наши армейские склады, в которых немцы решили разместить обслугу из пленных. Внутри складских помещений ставили деревянные нары, весь филиал обнесли двумя рядами колючей проволоки. Все делалось фундаментально, от сторожевых вышек до мощенных камнем дорожек внутри лагеря. В этом лагере нас относительно сносно кормили, пару раз даже дали колбасу, похожую на нашу ливерную. На территории лагеря стояли немецкие полевые кухни, в баках которых было кофе. Нам перепадало кофе старой заварки. Мы с Володей, благодаря этим немецким объектам, постепенно восстановили силы и были готовы к действиям. Володя, мой надежный друг-единомышленник, оказался еще хорошим специалистом по изготовлению различных поделок и портсигаров из плексиглаза, а также мог пошить любые сапоги. Всю немецкую продукцию мы меняли на хлеб. Даже немецкое лагерное начальство заказывало у Володи портсигары. Когда филиал был достроен, то в него прибыли военнопленные. Нам удалось остаться в этом лагере. Народ в лагере собрался разный. Военнопленные работали в городке летчиков, выполняли все хозяйственные работы, и смертельно голодных людей среди них уже не было. Мы с Володей решили не рисковать и не искать себе новых товарищей, готовых вместе с нами бежать из неволи. В Калиновском лагере были какие-то организованные группы, готовые к побегам или способные оказать немцам сопротивление? Трудно ответить на ваш вопрос, но я не думаю, что в этом лагере была подпольная организация. Часто в беседах с кем-то мы осторожно зондировали почву, но в концлагерях люди умели, а вернее научились молчать. Сколько провокаторов и немецких подсадных уток было в лагерях, и сколько народа заплатило своими жизнями за излишнюю откровенность, вы даже не представляете. В Днепродзержинском лагере, например, за миску баланды на каждом шагу выдавали офицеров, евреев и политруков. Или просто идет какая-нибудь продажная тварь, паскуда и сволочь, к немцам и, указывая на соседа по нарам, говорит, это комиссар, хотя тот сосед простой рядовой. Предатели за донос дают кирпич и рзац хлеба, а несчастного расстреливают. Очень тяжело было заранее предугадать, что ожидать от человека. У нас был один здоровый парень по кличке Ваня Белорус, внешне похожий на артиста Столярова. Он поначалу нам с Володей доверия не внушал, но вот пришел как-то Ваня пьяным в барак с работы. Встал, как на митинге посреди барака, и во весь голос сказал, что мы все здесь подонки, трусы и предатели, за котелок баланды подтираем и подмываем фашистов, что нас держат здесь за бессловесных ослов, а ведь Красная Армия успешно наступает, а мы, гниды, ничем ей не помогаем. Вся его речь сопровождалась отборной бронью. С большим трудом мы его успокоили и уговорили угомониться, мол, на вышках часовые услышат шум в бараке и пришлют наряд, а тогда нам всем не сдобровать. Не зря говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Мы стали с Володей думать, а не взять ли нам Ваню с собой в побег. А напоили белорусы немецкие летчики, решившие на спор проверить, сколько может выпить русский человек. И Ваня выпил во время этого эксперимента почти полтора литра всякой бурды, но до барака дошел на своих ногах. Но были среди пленных и такие, что у них прямо на роже было написано крупными буквами «гад» и «фашистский прихвостень». Старшиной нашего барака был некто Сорока. Через него немецкое лагерное начальство доводило до нас свои требования и ставило задания. Сорока – типичный армейский старшина. В Украине сверхсрочник, с отменной выправкой немецкое начальство понимал с полуслова. Сам ходил в немецком френче и слыл любителям солдафонских шуток. Этот идиот считал себя светлой личностью и был вышкаленным немецким лизоблюдом и доносчиком. Как-то во время обеденного перерыва, когда за столом сидели и ели баланду человек двадцать, Сорока изрек во весь голос «Оказывается, у нас за столом объявился жид». Все затихли, смотрят друг на друга. У меня мелькнула мысль, неужели кто-то догадался, но молча сижу и ничем свое волнение стараюсь не выдать. А Сорока ухмыляется и продолжает «Что, нашли Пархатова?» Потом подходит к одному военнопленному, который сидел за столом в шапке, срывает с него шапку, бросает ее на пол и начинает хохотать. У меня сразу на сердце отлегло, но я понимал, что бдительность нельзя терять даже на секунду. Проверки в поисках евреев в лагерях проводились часто. Сначала шла фильтрация, вскоре после захвата в плен, чуть ли не на поле боя. Те, кто не имел явную семитскую внешность и не был выдан немцам, кем-то из сослуживцев имели шанс в тот момент остаться в живых. Но это не спасало. В каждом лагере проводилась проверка по прибытии нового транспорта военнопленных. Еврею выжить в лагере военнопленных было неимоверно тяжело, тем более после того, как во многих концлагерях всех военнопленных стали разбивать на группы по национальному признаку. Хохлов в отдельной бараке, русских и белорусов другие, надсмена в другую сторону и так далее. Никогда никто заранее не знал, в каком лагере как проверяют, есть евреи в новой партии военнопленных или нет. Могли всех заставить раздеться, и тех, у кого была обрезана крайняя плоть, отводили в сторону. А там тех, кто на азиата не похож или не смог доказать, что он мусульманин по вероисповеданию, сразу к стенке. А позже периодически устраивались так называемые инспекторские проверки, когда не поймешь, то ли евреев ищут, то ли действительно инспектируют. Один раз нас выстрелили прямо перед бараком. Перед нами встали немецкие автоматчики, а потом появилась группа офицеров, во главе которых шел элегантный холеный полковник. Через переводчик он сказал, что доволен нашей работой и что скоро немецкие войска дадут решительный бой деморализованной Красной Армии. Но были и смотры другого рода. Пришел немец в черной форме, долго обходил ряды пленных, пристально глядел нам в глаза и в заключении сказал начальнику лагеря «Хорошо, смотри за ними, эти звери всегда будут нам врагами». На службу к власовцам много людей пошло. Нет, когда приезжали вербовщики, то на их призывы и уговоры из строя пленных из русских бараков мало кто вышел. А в 1943 году многие пленные стали задумываться, что будет дальше и как сложится их судьба после желанного и долгожданного освобождения из плена. У нас был один товарищ с Кубани по фамилии Матюшенко из кадровых военных, который прямо говорил, что Сталин нам не простит плена и рассказывал, как летом 1941 года в его полку украинцы толпами уходили из частей и дезертировали по домам. Матюшенко говорил, что если сейчас свою вину не искупим, то потом с нами вообще разговаривать не станут, а сразу в НКВД, а там без лишних разговоров к стенке. В конце сентября к нам вдруг зачастил немец унтер по имени Генрих. Вдруг он сказал в присутствии нескольких человек, что был коммунистом и очень рад, что Красная Армия скоро покончит с Гитлером. Он напрямую предложил мне и Володе уйти в лес и организовать там партизанский отряд и пообещал, что если узнает о готовящейся эвакуации пленных на Запад, то сразу нам сообщит. Мы с Володей тщательно обдумывали его слова. На провокатора Генрих похож не был, да и мы были слишком мелкие сушки, чтобы нас так искусно провоцировать. Но нарваться на такого немца мы не ожидали. Как вы бежали из лагеря? К побегу у нас было все готово еще в сентябре, хотя мы сомневались, хватит ли у нас сил отмахать за ночь несколько десятков километров. Мы не имели понятия, где точно находятся партизаны, но по слухам от местных жителей партизан видели в районе села Медведки, у Мазяковских хуторов, и там вроде нет немецких гарнизонов и стоят только полицейские заставы. Мы ждали удобного момента. Володя что-то тянул с решением, говорил, что еще рано, и я сказал ему, уйду в побег один, но я не хотел оставить своего друга. Начались осенние холода. Появился наш старый знакомый Генрих и сказал Володе, что наши уже взяли Киев, что во всех лагерях усилена охрана, а из центрального лагеря уже начали угонять пленных на запад. Места и времени для сомнений уже не оставалось. В ночь на 2 декабря поднялся сильный ветер и пошел крупный снег. Говорю Илясову, давай сейчас, часовые на вышках точно все от ветра попрячутся. Володя ответил, ладно, давай, только подожди, пусть все заснут. Где-то в час ночи мы подошли вдоль стенки барака к заранее намеченному месту. Поползли к проволоке. Пургай метель сделал нас невидимыми. Сделали лаз, проползли, затем другой и добрались до леса за оградой. Поднялись и побежали на одном дыхании метров 800 вглубь леса. Задыхаясь, упали на снег и только тогда почувствовали, что нам не хватает воздуха и сердце уже выскакивает из груди. Снова поднялись и, прислушаясь к завыванию ветра и к каждому шороху, пошли в направлении села Медведка. Из оружия у нас были только кусачки и самодельные ножи. Долго бродили по лесам, но все-таки не сбились с правильного маршрута и дошли до Медведки. В лесу нашли старую землянку с оборудованными нарами, в ней и разместились. Под прикрытием ночи осмелились зайти в крайнюю хату села. Здесь жила женщина по имени Мария с маленькой дочкой Катей. Она накормила нас, но про партизан Мария ничего не знала. Мы еще несколько раз делали вылазки в окрестности. Было даже несколько встреч с местными мужиками, приезжавшими в лес за хворостом. Но никакой полезной информации мы от них не получили. О землянке мы им ничего не сказали, да и мужики попались чересчур пугливые. Один из них по имени Федор привез нам на следующий день в назначенное место обрез старой винтовки и 20 патронов к нему, каравай хлеба и большой килограммовый шматок сала. Но больше Федор в лес не приходил, а в нашей округе появились немцы. Мы затаились, напряжение возрастало с каждым днем. Как-то в лесу наткнулись на двух людей, бежавших из плена уже после нас. Это были молодой парнишка Ванюша Иванов и солидный 45-летний Сидоров. Точного ее имени не помню. Они остались с нами в землянке. Периодически попарно мы выходили на разведку в окрестности и искали контакта с местными жителями и партизанами. Вдруг исчез Сидоров. Ушел в село и не вернулся. В самом конце января в лес к нашей землянке пришла Мария и сказала, что немцы срочно покинули село. На рассвете мы решили произвести вылазку. В метрах в 150 от землянки Володя заметил следы на снегу, которые вели вглубь леса. И мы пошли по следу. Внезапно увидели человека в белом маскахалате, который, спрятавшись за деревом, наблюдал за нами. Оружие было у меня и решили, что Володя пойдет вперед, а я постараюсь в случае чего прикрыть. Володя сначала шел медленно, потом побежал с криком «Саша, это наши!» Я побежал вслед за ним. Рядом с Володей стояло шесть человек в маскахалатах с автоматами ППШ. Это была разведгруппа Красной Армии. И, как потом выяснилось, это было разведывательное подразделение штурмовой инженерной бригады, выполняющее специальные задания в немецком тылу и совершающее диверсии на коммуникациях противника. Командовал группой старший лейтенант Борис Самойлин. Рядом с ним были бывший моряк Владимир Иванов, Алексей Мартынов, до войны житель города Сочи, Алексей Сахаров, краснодарец Гриша Янютин и кубанский казак станицы Октябрьской Ваня Хребко. С этими людьми я впоследствии вместе прошел войну до конца, они стали мне надежными верными товарищами. Самойлин долго расспрашивал, кто мы и что мы, налил нам спирта из фляжки и поздравил с возвращением на родину. Он сразу позаботился о нашей экипировке. На следующий день три разведчика отправили в засаду, чтобы раздобыть для нас оружие. Обошлось без боя. Им повезло, на дороге они обнаружили подорванный немецкий мотоцикл и троих убитых солдат. Оружие лежало рядом с трупами. Разведчики принесли два автомата и два парабеллума. И когда мне вручили автомат, я был самым счастливым человеком на свете. В моих руках было оружие, и мне дали возможность отомстить за всех своих товарищей, загубленных и замученных немецком плену. Самойлин включил нас в свою группу, и мы с Илясовым выполняли задания наравне с разведчиками. На диверсию ходили на расстояние до 25 километров от нашего леса. Провели несколько подрывов полотна железной дороги. И когда мы вернулись с железки, то увидели, как немцы прочесывают лес вокруг медведки. Мимо нас проехали даже БТРы. Самойлин решил уходить за линией фронта и наметил по карте маршрут отхода. По его словам, мы находились в 50 километрах от намеченного места перехода, и наш путь лежит к селу Новая Грабля. И добрались мы до этого места с такими большими приключениями. Был момент, что пришлось занять круговую оборону, и все разведчики уже готовились стоять насмерть до последнего патрона. Линии фронта группа прошла спокойно, шли по компасу, но вскоре по светительным ракетам точно определили линию фронта. В километры от немецкого переднего края остановились и тщательно приготовились к переходу на нашу сторону. По ракетам уже определили, что ширина нейтральной полосы на нашем участке примерно с километр. В четыре утра мы пошли. Самойлин решил языка на отходе не брать и постараться пройти незамеченными между двумя разрушенными селениями. Шли быстро и уверенно, но вдруг окрик по-немецки. Кто здесь? Володя сразу ответил. Унзра. И мы, не сбавляя темпа, двинулись дальше. Скорее всего, немецкий дозор, окликнувший нас, просто перепугался и признаков жизни больше не подавал. У нашей линии траншей нас встретили пулеметным огнем. Мы залегли. При первой же осветительной ракете Самойлин встал во весь рост, поднял руки вверх и двинулся к окопам. Из траншеи раздался крик «Один к нам, остальным лежать на месте!» Борис спрыгнул в траншею и минут через десять по команде мы встали и перешли на передний край. Нас разместили в одной из хат на всякий случай под символической охраной, а Самойлин пошел в штаб полка, занимавшего оборону на данном участке. Вскоре пришла машина и всех нас повезли в штаб 15-й инженерно-штурмовой бригады, в которой служили разведчики. Прибыли в штаб. Разведчиков встретили очень тепло, а мы, Илясов, Иванов и я, стояли какое-то время в стороне. Самойлин позже представил нас начальнику штаба бригады и после бесед с каждым из нас и прочих расспросов Ванюша и Ивановы направились служить в 71-й саперный батальон, а меня и Володю отправили в распоряжение командира отдельной разведроты бригады капитану Алексею Сергееву. Сергеев был бывший инженер-строитель в возрасте 30 лет. Ему уже рассказали, кто мы такие будем. Он объяснил нам наши будущие обязанности и дал команду старшине нас обмундировать. Нас оставили служить в первом взводе разведроты, которым командовал Борис Самойлин, но Володю зачислили водителем, а меня определили в разведгруппу. Как вы думаете, почему вас с Володей не послали на проверку в фильтрационный лагерь? Я думаю, причина только в том, что мы вышли из немецкого тыла в составе армейской разведгруппы, нас видели в деле разведчики и верили нам, а рекомендации и просьбы Самойлина убедили начальника штаба бригады полковника Еременко оставить нас в бригаде и даже доверить службу в разведроте. Наверное, сыграл свою роль и тот факт, что мы с Илясовым дважды бежали вместе из плена, и в наших рассказах о деталях побега не было расхождений. Но вы не переживайте, бригадный СМЕРШ нас проверял неоднократно. Сразу после получения обмундирования нас пригласили исповедаться в отдел контрразведки бригады. Пришлось, помимо устных допросов, собственноручно подробно описывать все свое пребывание в плену на бумаге. И когда мне уже показалось, что с нас окончательно слезли, вдруг снова меня потянули в СМЕРШ и сказали, что мои объяснительные бумаги где-то затерялись и предложили опять все подробно описать. Позже меня проверяли еще два раза. И это несмотря на то, что к последней проверке я уже был награжден Орденом Славы и тремя медалями за отвагу и имел личную благодарность командующего фронта за успешно выполненные специальные задания. Так что проверили меня более чем основательно. Но ведь мне страшно повезло, что меня оставили в бригаде и в разведроте. Если бы я попал на лагерный фильтр, то трудно сказать, какая бы участь меня ожидала. В любом варианте я считался бы политрук, попавший в плен и вряд ли бы принимались в виду обстоятельства моего пленения. Клеймо был в плену как-то влияло на вашу армейскую службу? Конечно, в те годы такой прокол биографии не забывался. Но, например, мне пришлось побывать в штрафной роте, и я не думаю, что на решении начальства закатать меня в штрафную как-то повлиял сам факт, что я когда-то был в немецком плену. И когда я попал в группу солдат бригады, отобранных на парад победы, но туда в итоге не поехал, то я не связывал это с моим черным пятном банкете. С первого дня пребывания в роте меня всегда включали в состав группы, выполнявших самые сложные задания по инженерной разведке в немецком тылу. Но вот вам примеры другого рода. В 1944 году из рота отобрали четверых разведчиков и отвезли в штаб фронта. Нас готовили к парашютному десантированию в тыл врага, вроде в Словакию. Группа должна была состоять из двух-трех разведчиков и специально подготовленного радиста из штаба фронта. Подготовка заключалась в тренировочном прыжке с парашютом и ознакомлением с картами района, в котором нам предстояло действовать. Детали заданий нам предварительно не раскрывали. Из разведроты в штаб фронта поехали сержант Молчанов, Ильченко, Попов и я. Нам представили летчика Мухина, который был должен нас высадить в немецком тылу, а затем, если позволит обстановка, забрать нас назад, приземлившись в удобном и безопасном районе. Мы сделали по одному прыжку и перед вылетом нам объявили состав группы. В него вошли Молчанов и Попов, которые, по сути дела, были новичками в нашей роте, а меня и Ильченко вернули в бригаду без каких-либо объяснений. Но оно дело понятное, в армии не до реверансов и извинений. Но так как меня запраковали по анкете в самый последний момент, я связал это со своим пленом. Я жутко переживал из-за этого. Командир рота Сергеев как мог меня успокаивал. Не переживай, будут для тебя еще специальные задания. Видимо, кто-то наверху тебе еще не доверяет. Кстати, эта группа уже после выполнения задания нарвалась на Мадьярскую засаду и из нее уцелел только разведчик Попов. И еще один незначительный аспект. Мои три медали за отвагу все получены в 1944-м и для меня очень дороги. Но было пару-тройку раз, что из штаба бригады хотели послать наградной лист на орден и передумали. Как намекнул начальник штаба Еременко, наверху не пропустят наградной на бывшего пленного, на БКЗ и так далее. Орден славы мне вручили по личному приказу конфронта генерала Попова. В 1945 году после моего возвращения штрафной роты меня перестали награждать, хотя дважды были представления на мое имя. Мне и так хватает наград, но я добавил эти слова не для того, чтобы поплакаться, а как маленькую деталь к ответу на ваш вопрос о клейме пленного и его последствиях. А после войны вас подвергали каким-то репрессиям за плен? Ведь подобных примеров, как отыграли с задним числом, привели кое множество. В штабе бригады был очень порядочный человек инженер-капитан Игорь Корчевский. Мы с ним нередко вели откровенные разговоры и доверяли друг другу. Он прекрасно осознавал, что ждет человека с моей биографией после демобилизации из армии и, скажем так, организовал мне и Володе Илясову чистые документы при увольнении из армии. Он и мои командиры из разведроты вызвали меня и сказали «Забудь, что был в плену. С самой формировки бригады ты всегда служил в ней вместе с нами. Это благороднейший поступок и я всегда благодарил этих людей за этот смелый шаг, понимая, чем они рискуют. Так что не зря я честно воевал в разведке, порядочные люди и настоящие боевые офицеры это оценили». Сами подумайте, после войны я получил два высших образования, окончил ВШТ, высшую школу тренеров. Кто бы в сталинские времена бывшему пленному, даже прошедшему всевозможные чекистские проверки такое позволил. Если и были такие случаи, то они являлись исключением из правил. Про плен никому никогда не рассказывал и ничего не говорил о пережитом немецкой неволе, хотя плен мне очень часто снился. Да и по сей день я иногда вижу кошмары плена в своих снах. А Володя Ильясова, моего самого родного и близкого товарища, верного друга и смелого бойца, честного талантливого человека, после войны в Балашове буквально затравили за пребывание в плену. Каким-то образом узнали, что Володя был в плену в немецких лагерях и власти просто стали его давить безжалостно и нещадно. И ничего не помогло, ни сам факт, что Ильясов дважды бежал из неволи, ни Володина медаль за отвагу, ничего. Искалечили Володе жизнь. Страшная судьба, даже говорить об этом больно. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Конец второй части Читал Олег Лобанов Продолжение следует...